МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня состоялась официальная встреча руководителя Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова с чрезвычайным и полномочным послом королевства Бахрейн в России Ахмедом Аль-Саати. На встрече также присутствовал спикер парламента Александр Иванов, официальный представитель МИДа России в минеральных водах Сергей Нюпа. Стороны обсудили вопросы делового и культурного сотрудничества Карачао-Черкесии и государства Бахрейн. Рашид Тимрезов поблагодарил чрезвычайного и полномочного посла королевства Бахрейн в России за визит в республику. Он рассказал об основных экономических преимуществах Карачао-Черкесии в ресурсном потенциале региона. Рашид Тимрезов отметил, что хотелось бы, чтобы у гостей остались хорошие впечатления о Карачао-Черкесии с богатым социально-экономическим, культурным и духовным потенциалом. Посол также поблагодарил руководителя региона за организацию официального визита, подчеркнув, что помимо достопримечательностей, которыми богата республика, еще более ярко и интересно ее делает многонациональный состав жителей Карачао-Черкесии. Затем в Доме правительства состоял совещание, где чрезвычайного и полномочного посла Бахрейна в России Ахмеда Абдулла Рахмана Алисаати познакомили с туристическим потенциалом Карачао-Черкесии, водными ресурсами, а также инвестпроектами. Александр Коваленко подробнее. Высокого гостя от Кабинета министров поприветствовал председатель правительства Карачао-Черкесии Руслан Казаноков. Он отметил, что наша республика открыта для инвестиционных проектов во всех отраслях экономики. Одна из наших главных задач – создать благоприятные условия для инвесторов. Этому способствует сложившаяся в республике политическая стабильность, общественное согласие, благоприятный законодательный налоговый климат для инвесторов. Вниманию посла был представлен ознакомительный видеоматериал о Карачао-Черкесии. Подробно о туристическом потенциале республики и инвестиционных проектах рассказал министр курортов, туризма и молодежной политики Анзор Иркенов. Ахмед Альсаати, внимательно заслушав выступление, дал свою оценку. У вас такие условия, как отели, горнолыжные курорты, лечебницы, телескопы, богатое наследие историческое – все это является очень привлекательным для людей нашего залива. У меня не было полной идеи о том, какие у вас замечательные места до этой презентации. Мы уже обговаривали это с мистром Анзором, что можно было бы организовать тур наших людей из Бахрейна. Презентацию промышленного комплекса Карачао-Черкесии и инвестиционных проектов в сфере промышленности гостю представил министр Мурат Аргунов. Ахмед Альсаати заинтересовался некоторыми проектами и предложил найти решение для успешной реализации проектов с выгодой для инвесторов двух сторон. Следует также обсудить, как можно экспортировать воду в нашу страну. Наш король совсем недавно говорил о том, что надо искать новые пути экспорта воды, потому что в данный момент мы берем воду из моря. Я уверен в том, что в моей стране есть очень много инвесторов, которые будут заинтересованы или в том, чтобы покупать воду, или в том, чтобы покупать эти водные ресурсы или какие-то месторождения. Как государство, так и частные предприниматели будут заинтересованы в ваших проектах. Но опять же остается вопрос цены, вопрос транспортировки. Ахмед Альсаати обратил внимание, что проекты в сфере культуры Карачао-Черкесии идентичны с программами в Бахрине и предложил обмен опытом. Ректор СКГТ Руслан Качкаров рассказал гостю о работе вуза, перспективах развития, а также о международном сотрудничестве. Если вы будете преподавать на английском, то я могу вас уверить, что я смогу обеспечить огромное количество студентов из нашей страны, особенно в сфере медицины. Ваша республика богата культурой, здесь благоприятные условия, поэтому, я думаю, было бы безопасно отправлять сюда наших студентов. Около 100 студентов из Бахрейна сейчас изучают медицину в Москве. И я думаю, организовать тур этим московским студентам в вашу республику, чтобы они могли познакомиться, увидеть университет, составить общее представление. Посол Бахрейна Ахмед Аль-Саати выразил надежду, что и в дальнейшем продолжится тесное сотрудничество между Карачаевой Черкесией и Бахрейном. Александра Коваленко, Али Бастанов, Вести Карачаева Черкесия. Также сегодня чрезвычайный полномочный посол королевства Бахрейна в России Ахмед Аль-Саати посетил фабрику по переработке шерсти КВСТА, автомобильный завод Дервейс и конно-спортивную школу. Подробнее о визите мы расскажем завтра в наших информационных выпусках. А вот что мы расскажем во второй части нашей программы. Мусульмане и республики собрались на 9-й отчетно-выборный съезд, подвели итоги работы Духовного управления и выбрали муфтия Карачаева Черкесии. В 80 лет исполнил заслуженному строителю РСФСР, известному общественному деятелю республики Ахмату Качиеву. В республике набирает популярность грэплинг. Участники спортивного единоборства из регионов СКФУ оспаривали победу на турнире в Спартаке. Об этом через несколько минут. Оставайтесь с нами на канале Россия. Сочные травы и горная вода при Эльбрусе придают продуктам Чебан неповторимый вкус и наполняют вас здоровьем и силой. Молочные продукты Чебан. Раскрой в себе силу и здоровье. С 30 марта по 2 апреля выставка «Юмец» в новом выставочном комплексе «Экспоград-Юг». Краснодар. Конгрессная 1. Мебель, комплектующие и оборудование для деревообработки и производства мебели. Краснодар. Конгрессная 1. Получите билет на выставку на юмец.ру. 12+. 16 по 19 марта в Черкесске проходит Санкт-Петербургская ювелирно-минералогическая выставка «Ярмарка самоцветов». Черкесск, улица Горького, 8. С 11 до 19 часов. 1 апреля в 14 часов Российский экономический университет имени Плеханова приглашает на День открытых дверей. Город Пятигорск, улица Кучуры, 8. Сочные травы и горная вода при Эльбрусе придают продуктам чабан неповторимый вкус и наполняют вас здоровьем и силой. Молочные продукты чабан. Раскрой в себе силу и здоровье. Черкесский ярмарка меда и сладостей с 16 по 20 марта 2016 года. Разнообразный сорта меда России от Кубани до Дальнего Востока. Проспект Ленина, остановка Первомайская. Большая цветочная ярмарка в торговом центре держава. Орхидеи, фиалки, хризантемы, фикусы, кактусы. Огромный выбор комнатных растений и сопутствующих товаров. Неповторимые красоты Карачаевой Черкесии в картинах художников можно приобрести в зале Вернисаж Республиканской галереи по адресу Черкеск, улица Красноармейская, 58. Ремонт и пошив верхней одежды из кожи и меха дубленок. Быстро, качественно, недорого. Отре «Красные маки». Черкеск, улица Кооперативная, 1. Телефон 8-988-612-25-51. Магнит – это не только экономия в каждой покупке, но и возможность позволить себе большее. Нектар «Фруктовый сад». 1 литр 930 миллилитров, 58-90. Во всех гипермаркетах «Магнит». «Магнит». Экономьте на продуктах, а не на жизни. Это «Вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. В Черкесске прошел 9-й отчетно-выборный съезд мусульман Карачаева-Черкесии. В мероприятии приняли участие представители духовенства, городов и районов республики, члены правительства, главы муниципалитетов региона, зарубежные гости. Об итогах работы духовного управления и о том, кто будет возглавлять муфтиат в ближайшие 5 лет, в материале Алихана Лепшокова. Вот уже несколько десятилетий духовное управление мусульман Карачаева-Черкесии вносит большой вклад в развитие духовности и нравственности в обществе, объединяя 110 зарегистрированных мусульманских организаций. Уже несколько лет муфтиат возглавляет один из уважаемых и авторитетных людей в СКФО, известный религиозный деятель России Исмаил Хаджибердиев. За это время он показал себя как ответственный и активный руководитель. Не так давно Исмаил Хаджибердиев был отмечен президентом России Владимиром Путином высокой государственной наградой – Орденом Почета. От имени главы Карачаева-Черкесии участников съезда поприветствовал заместитель председателя правительства Джанибек Суюнов. В отчетный период проделана колоссальная работа по возрождению ценностей традиционного ислама и укреплению духовности нашей республики. В республике установились конструктивные и плодотворные отношения между государственными и религиозными институтами. В Карачаево-Черкесии созданы все условия, чтобы верующие могли свободно следовать религиозным предписаниям. В рамках съезда был заслушан отчетный доклад председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтия Карачаева-Черкесии Смаил Хаджибердиева о деятельности духовного управления. На сегодняшний день уже построено и действует более 130 мечетей в республике. С 2011 года на средства спонсоров при активном участии главы республики ведется строительство центральной мечети в Черкесске. Помимо этого уделяется особое внимание религиозной грамотности верующих. Так на сегодняшний день успешно функционирует Исламский институт имени Абу Ханифа и республиканская школа-медресе-интернат в Учкикене. Отмечая плодотворную работу духовного управления, гость съезда, председатель духовного управления Кавказа, муфтия Азербайджана Аллах Шукюр Пашезаде пожелал мира, благополучия и дальнейших успехов в богоугодном деле. Благодатная земля Карачаи и Черкесии возрастила многих славных сыновей, один из которых мой дорогой брат Исмаил Хаджи Берди. Нас связывает долгий год, посвященный служению нашей священной религии ислама. Нас связывают и годы совместной деятельности по высшему религиозному совету народу Кавказа, консультативному совету мусульман СНГ, а также и в межрелигиозном совете СНГ. В итоге единогласным решением участников девятого отчетно-выборного съезда муфтием республики переизбран Исмаил Хаджи Бердиев. Собравшиеся, а это религиозные лидеры Северного Кавказа, поздравили его, пожелали дальнейшей плодотворной работы. Сам Исмаил Хаджи отметил, что еще много нужно сделать в плане развития духовности жителей Карачаева-Черкесии и воспитания высоконравственной молодежи. «Сказать, что я сам был доволен этой деятельностью, я не могу. Когда видишь, что очень много не сделанного, тогда довольным быть не можешь. Но тем не менее мы старались, делали все, что от нас зависит. Вся наша работа, это у нас есть устав, который нам предписан Всевышним Аллахом. Это Коран и Сунна. Вот вся наша работа именно входит туда. Вот мы стараемся делать все то, что там нам предписано». Также на съезде выбрали членов Президиума Духовного Управления Мусульман Республики. А некоторых имамов за заслуги перед Уммой наградили грамотами и орденами. Али Халебшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Исполняющий обязанности главы Карачаева-Черкесии Раши Тимрезов поздравил Исмаил Хаджи Бердиева с переизбранием на должность председателя Духовного управления Мусульман Республики. Уверен, что ваш многолетний опыт работы в должности председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа и Муфтия Карачаева-Черкесии – мудрость духовного лидера и наставника и впредь будут способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания, уважительному отношению к исконно духовным ценностям ислама, способствуя упрочнению гражданского мира и межрелигиозного согласия на Северном Кавказе и в России в целом. В эти дни исполняется 80 лет заслуженному строителю РСФСР, известному общественному деятелю Ахмату Качиеву главные моменты жизни и деятельности юбиляра в материале Светланы Акбаевой. Преданный своему делу специалист, умелый организатор, известный общественный деятель, любящий семьянин. Позади у Ахмата Абдуловича трудное, но в то же время яркое, насыщенное событиями жизни. А началось все в Баяуте 80 лет назад, когда в многодетной семье Качиевых родился сын Ахмат. Когда юноша встал перед выбором профессии, Ахмат признался отцу, что хочет стать певцом и решил поступать в консерваторию. Парень обладал хорошим голосом, пел, участвовал в самодеятельности. Но сын не смог ослушаться отца и поступил на строительный факультет Казахского технологического института, защитил диплом и начал свою профессиональную деятельность. Ветеран войны и труда, опытный строитель Баймурзоузденов хорошо помнит, каким требовательным к себе и окружающим был молодой специалист Качиев и как он упорно трудился. После работы всех конторских работников и мой отдел, отдел главного механика во главе меня, всех мобилизовывал каждый день на объект. Мы на поддоны складывали крепичи и подавали на объект. Какой это? Первый, второй, третий. Краны у нас свои там стояли. Мы всё рабочим подготавливали крепичи. Зеленчукская, Хабес, была и непростая работа в Дагестане, когда после землетрясения передвижную механизированную колонну строителей нашей республики возглавил Ахмат Качиев. За короткий срок там построили школу на 700 мест, здание сельского совета. Всё получалось, делится он. Затем был Карачаевск, с которым у Ахмата Абдуловича связан особый этап жизни. Под его началом в то время были построены заводы, санатории, десятки многоквартирных домов, а руководимая им ПМК-59 стала образцовой организацией. В 1983 году поступило предложение возглавить Трест Карачаева-Черкеск промстрой, организацию, пережившую на тот момент 13 руководителей и которая до этого почти 20 лет не выполняла план. Согласился. И трудно теперь переоценить всё, что было построено Трестом в те годы, в течение которых им руководил Ахмат Абдулович. Детсады, новые цеха по переработке сельхозпродукции, промышленные объекты, одних только школ, 18. Даже на уровне обкома партии, секретарей обкома партии, он никого не боялся, отстаивал своё мнение, настаивал на том, что он правильно делает. В этом плане он, видимо, от Бога у него такой характер, специалист своего дела глубокий. В эти же годы Ахмат Качиев был отмечен двумя высокими наградами. Ему присвоили звание «Заслуженный строитель РСФСР» и он стал лауреатом премии Совета министров СССР. Я всегда придерживался одного, вокруг себя собирал команду, готовых специалистов, которые могут работать. Даже вот то, что сегодня, туда посмотришь родственник, сюда посмотришь родственник, такого не было. Я помогал бесспорно, но не было, не помню случая, чтобы я взял неподготовленного товарища на работу. Повезло в жизни и супруга, делится Ахмат Абдулович. Вместе они уже почти полвека. Двое детей, внуки. Он мне тоже понравился. Он очень красиво пел тогда. Девочкам моим понравился по комнате. Ну, так он года два за мной ухаживал. И на пенсии у Ахмата Абдуловича много дел. Немало времени он уделяет общественной работе, ведь ему, как и прежде, небезразлична судьба родной республики. Ахмат очень большой, я бы сказал, крупный деятель Карачаева-Черкесии, общественный деятель Карачаева-Черкесии, который очень много делал и делает для развития общественности, развития гражданского общества. Здесь он всегда занимал первенствующее начало. И в основном эти движения были направлены прежде всего на реабилитацию, окончательную реабилитацию карачаевского народа и выполнение закона о реабилитации репрессированных народов. В окружении своих родных Ахмат Абдулович не думает о прожитых годах. И если бы я родился заново, постарался бы пойти. Тем же путем признается юбиляр. Светлана Акбаева, Светлана Шендрик, Аслан Баташев, Вести, Карачаева-Черкесия. Указом президента России Владимира Путина за личные заслуги в ликвидации ЧАЭС к государственной награде и присвоению почетного звания заслуженные спасатели Российской Федерации были представлены начальник Северокавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Цыпковский, сотрудники филиалов субъектов СКФО. В числе награжденных и начальник Карачаева-Черкесского спасотряда, спасатель международного класса Андрей Мозгов, начальник Северокавказского регионального центра МЧС России Николай Литюк лично поздравил спасателей с присвоением государственной награды и вручил нагрудные знаки заслуженного спасателя Российской Федерации. К сожалению, награда дается одному, а на самом деле весь отряд в этом был задействован на протяжении всех 24 уже без малого лет, сколько существуем. Естественно, это общая награда всего коллектива. Ну, в этом году мы, вернее, в прошлом году тоже неплохо в масштабах России выстрелили. У нас лучший спасатель. Таких, как наш Дмитрий Гераченко, спасатель международного класса, может быть, по всей России всего 5 или 6 человек. Я благодарен своему коллективу. Я очень счастлив, плечом к плечу, работать со всеми ребятами. Грэпплинг – вид спорта, пришедший к нами относительно недавно из жаркого Абудаби. Накалять страсти у нас в Карачао-Черкесии. Грэпплеры Северокавказского федерального округа сошлись на турнире, который прошел во дворце спорта «Спартак». О том, как дворцы выступили, расскажет Фатима Даурова. Грэпплинг – вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Цель этого вида единоборства без оружия – выявить наиболее рациональный метод ведения в схватке с одним противником, независимо от его физических кондиций и весовой категории. Грэпплинг является относительно молодым, но очень амбициозным и зрелищным видом спорта, который ежегодно приобретает все большую и большую популярность. Все больше людей занимается этим видом спорта. Я уверен, что в ближайшем будущем грэпплинг станет одним из тех видов спорта, которым будут восхищаться люди, и он будет собирать большое количество аудитории. Победу оспаривали 120 спортсменов с республик СКФО. Нашу представляли 25 борцов. Соревнования проходили в двух разделах – грэпплинг без кимоно и грэпплинг ги в кимоно. Форма играет важную роль – одежда должна полностью прилегать к телу, чтобы во время схватки не давать никому преимущества. Хотелось бы, чтобы грэпплинг стал достойным продолжением российской традиции борьбы, в котором Россия всегда была на первом месте. Думаю, что не за горами тот момент, когда наши борцы, а именно представители СКФО, так как это самый сильный регион в России, будут наравне бороться и выступать с топами, которые сейчас известны всем по миру. Единственное, мы в этом виде спорта немножко, наверное, отстали от наших соседей дагестанцев. А так стараемся войти в финал. Тем не менее, в борьбе до сдачи по итогам соревнований серебряным призером чемпионата стал Азамат Атаров. Бронзовыми – Азамат Карданов, Хизир Хабеков, Магомед Байчоров, Иларион Бязеров и Мурат Лахов. В командном зачете первое место заняли борцы из Дагестана. Чеченская республика на втором, грэпплеры Карачаева-Черкесии стали третьими. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и снега. Ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду, порывы до 13-18. Температура воздуха ночью – минус 2-7, днём плюс 1-6. Местами в горах ночью до 14 градусов мороза, днём плюс 1-4. В Черкесске переменная облачность, временами слабые осадки. Ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду, днём порывы до 18. Температура воздуха ночью – минус 4-6, днём – 3-5 градусов тепла.